Повестка январского заседания Думы городского округа город Буй была дополнена двумя вопросами. Один из них касался участия Буя в 2017 году в подпрограмме обеспечения жильем молодых семей федеральной программы жилища. Первоначально планировалось, что участниками программы в наступившем году станут две молодых семьи Буевлян. Теперь же в связи с изменениями улучшить свои жилищные условия смогут шесть молодых семей. Мы просим внести изменения в бюджет и изменить на первоначально заявленную сумму на 488 тысяч рублей. Для этого увеличить местный бюджет нужно на 144 тысячи и 60 тысяч. В целом мы в эту сумму укладываемся шестью семьями. На шесть семей сумма немножечко другая заявленной – 437 тысяч. Депутаты поддержали обращение жилищного отдела администрации по увеличению расходной части бюджета для участия в программе. Глава города, председатель Буйской городской думы Валерий Катышев, говоря о работе программы, привел следующие цифры. За годы реализации программы с 2006 года жилищные условия смогли улучшить порядка 60 молодых семей. Сейчас участие материнского капитала у некоторых семей в составе четырех человек получается примерно миллион двести, миллион триста, что позволяет купить хорошую квартиру в городе Буй. Пять лет реализации целевой муниципальной программы «Чистая вода» на 2012-2017 годы стали темой следующего выступления о ходе ее реализации. На водоочистных сооружениях в городе Буй существующая технологическая схема очистки воды не позволяет в течение всего года получать очищенную воду питьевого качества. В период паводка вода не соответствует нормативным требованиям и требует более глубокой очистки. В настоящее время выполняется механическая очистка воды и обеззараживание путем хлорирования. В целях приведения качества воды в соответствии с установленными требованиями администрации городского округа город Буй совместно с предприятием «Тепловодоканал» была разработана муниципальная целевая программа «Чистая вода» на основании существующей федеральной программы с аналогичным названием. Условия финансирования по программе 9% стоимости из федерального, 4,5% из областного и 4,5% средства местного бюджета. В 2012 году предприятием «Планета Землян» на основании имеющегося проекта «Отленводоканалпроект» был разработан проект реконструкции водоочистных сооружений города Буя, предусматривающий реконструкцию реагентного хозяйства в помещении насосно-фильтровальной станции, а также строительство сооружения оборота промывной воды. С 2013 года в соответствии с перечнем программных мероприятий проводится реконструкция водоочистных сооружений города Буя, а именно реализация первого этапа строительства, включающего в себя реконструкцию реагентного хозяйства и строительство сооружений оборота промывной воды. Также силами предприятия «Тепловодоканал» за счет инвестиционной составляющей тарифа на холодное водоснабжение проведены работы по ремонту осветлителей-рециркуляторов. Пьем строительно-монтажных работ по объекту выполнен в год срок. 22 декабря 2016 года к Ордену Государственного архитектурно-строительного обзора было выдано положительное заключение по объекту. В настоящее время проводится техническая инвентаризация, после чего будет выдано разрешение на оборота. Всего затраты по проекту за все года составили 15 миллионов 797 тысяч 186 рублей. Это средства бюджетов, в том числе федеральный бюджет 2 миллиона 955 тысяч 706 рублей, областной бюджет 6 миллионов 198 тысяч 480 рублей, местный бюджет 6 миллионов 643 тысячи рублей. Средства инвестора «Тепловодоканал» 3 миллиона 135 тысяч рублей. Необходимо отметить, что для запуска станции, получения на ней воды, соответствующей САНПИН, необходимо завершить работу по загрузке фильтров и выполнить комплексную пусконаладку МФС с разработкой режимных карт. Данные работы не включены в первый этап строительства и будут выполняться уже силами «Тепловодоканал» в рамках инвестиционной составляющей. В настоящее время «Тепловодоканал» запрошено коммерческое предложение на пусконаладочное работе, оплачен материал для загрузки фильтров, необходимый для пусконаладки и направлен запрос на расчет потребностей регионов. Как Вы прокомментируете, что у нас проект был на 32 миллиона, а мы обошлись в 19 миллионах? Здесь в основном урисовление пошло за счет изменения строительных конструкций. Когда проект был на 32 миллиона, мы сооружение оборота промолок вод, по проекту должны были строить железобетонные исполнения. Но когда поняли, что этих денег у нас не будет, то вот тот же подрядчик, который сегодня готовится к пусконаладке, предложил тоже из своего опыта работы, предложил емкости, был сделан расчет емкостей, которые позволят нам делать этот цикл замкнутый. И дальше уже проект, был рассчитан проект и с применением насосной станции, и металлических резервуаров. В общем-то это уже практически в два раза снизило цену вопроса. Информацию о программе «Чистая вода» депутаты приняли к сведению. «Чистая вода» в городе не было. Всегда была, как правило, вода, которая шла напрямую из реки, качалась хлорированием методом, практически поступала таким образом. Квартиры боевлян. Поэтому это речная вода, это поверхностные источники водоснабжения, которые, в принципе, таким же способом потребления воды идет в 70% населенных пунктов Российской Федерации. Только в 30% используются источники артезианские. Ну, в селах у нас чаще используются, конечно, источники артезианские, но там объем потребления совсем маленький. Сосравнивать с крупными городами. Город Кострома – это река Волга. Город Шариата – Ветлуга. Мантру – это, так сказать, Лунжа. Город Буй – это река Кострома. Везде практически состояние насосно-фильтровальных станций примерно такое же, как и у нас. Мантру пытается реализовать уже тоже, наверное, 10-й год федеральную программу. У них там заявились на 280 миллионов, я не знаю, там конца не будет и края. Городчик, по-моему, 42 скважины используются для водоснабжения. Вода там тоже достаточно была плохого качества. Сейчас станции без железня там стоят, несколько штук. Тоже дорогая очень вода, потому что станции без железня стоят в эксплуатации очень дорого. Для того, чтобы город обеспечивался чистой водой в период паводка в полном объеме, то есть с стольким же количеством, сколько Буй и потребляет, необходимы еще и дополнительные источники. Этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время. В дальнейшем, то здесь вот два пути, как Валерий Александрович сказал, или скважины, источники действительно подключать, и уже струю использовать как станцию без железня, или на струе делать оборудование, которое позволит очищать воду с реки Кострома в напорном режиме. Вот как я уже говорила на комиссии, что такая станция есть в Ярославле, мы там были на метроперегонном заводе. И опыт работы и монтажной, и пусконаладочной по напорной установке вот у этой организации, которая будет делать пусконаладку, есть. Они нам дали коммерческое предложение и по скважинным водам, то есть по полной реализации программы «Чистая вода» и по скважине лесозавода, и по скважине льнозавода, и вот по напорной установке очистки воды с реки Кострома на переделанной установке струя. То есть потом только нужно будет делать экономическое обоснование и принимать решение. С 4 февраля 2017 года стоимость проезда в городском общественном транспорте повышается на 1 рубль. Билет на автобус будет стоить 18 рублей. Такое решение за номером 186 приняла Дума города Буя. Экономическое обоснование цены 15 декабря 2016 года дал Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области и утвердил предельный максимальный тариф на перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Городбой в размере 18 рублей 79 копеек за одну поездку. Цена на дистопливо за 3 месяца поднялась на 10% почти, это 3 рубля 30 копеек, на 92 бензин там порядка рубля. То есть, называется так, все это повышение тарифа у нас идет, называется так, на компенсацию увеличения расходов на топливо. Поэтому предлагаю установить тариф в 18 рублей с учетом того, что в дальнейшем оптимизировать придется, возможно, маршрутную сеть. И в связи с этим немножко у нас тариф погибится. Стоимость проезда на уровне областном, для сравнения, скажу, с Тарьетом повысилась на 2 рубля с 17 до 19, но и тоже самое с 17 до 19, Мантрова с 14 до 17 на 3 рубля. Экономически обоснованно муниципальных предприятий Костромы там вообще зашкаливают. Пролигусом 42 рубля, у Костромазов-Транс 29 рублей, чтобы все понимали. В наступившем году в Буе сохранятся льготы для некоторых категорий граждан на проезд в Буйском городском транспорте.